Для всех, кто еще новый присоединяется, не будем включать вам звук, не будем включать камеры и не демонстрируем свои экраны. Сегодня у нас только Тобис говорит и показывает, а я говорю, перевожу для вас. Тобис может поговорить с нами по-русски, пока мы все собираемся. На самом деле мы не будем бесконечно собираться, да? Что-то про запись говорили, пишут нам MRI, то бишь МРТ. Дорогой МРТ, запись будет. А мы опубликуем ссылку в нашем инстаграме, будет вести на YouTube. Так что все, присоединяйтесь в инстаграме, потому что там будет все самое свежее и последнее мероприятие тоже. Спасибо, пожалуйста. В принципе, я думаю, что можно начинать, потому что 5 минут это нормально, да? Да, 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 хорошо. Так что Тобис, может быть мы начнем, и я думаю, что некоторые люди будут нас вместе с нами, и мы просто повторим какие-то организационные вещи после. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня вечером. Меня зовут Тобис Шварц. Я вырос в Восточной Германии. Я сам именно оттуда. Я изучал немножко русский язык, но я могу говорить о жизни Ленина, но не о ветеринарной медицине. Спасибо. Немножечко не хватает научного словаря Тобису, но когда он будет говорить по-русски, я смогу пить чай. Видите, у меня будет передышка. Поэтому по-английски с переводом от Оксаны. Моя лекция озаглавлена «Компьютерная томография для всех созданий больших и малых». И эта инспирация для этого состоит из книги, который из Джеймса Херриотта. Вдохновила меня на это название книга Джеймса Херриота. В 1940-х годах он работал в Великобритании ветеринаром. И он описывает свой опыт, именно опыт своей практики, такого сельского, можно сказать, деревенского ветеринара. И эта книга стала популярной как у взрослых, так и у детей. И очень многие люди, включая меня самого, захотели стать ветеринарами, потому что прочитали эту книгу в детстве. Хотя она не опубликовалась, не издавалась в Восточной Германии, но тем не менее у нас были книги из других стран, также были телевизионные программы, поэтому мы знали. Я выбрала такое название, какая связь, казалось бы, с компьютерной томографией, именно потому что это та модальность визуальной диагностики, которая позволяет работать, во-первых, с любыми органами, с любыми системами, и мелкими, и крупными, и также практически с любыми созданиями, большими и малыми, которые могут влезть, простите, в катушку, просто поместиться физически. Поэтому КТ становится все более и более популярным инструментом в Европе и в Америке. По сути, КТ может все и годится для всего гораздо лучше, чем остальные инструменты визуальной диагностики. Вся моя карьера связана именно с ветеринарной радиологией и именно с развитием компьютерной томографии и этих технологий, их применения для животных. Сегодня у нас вводная лекция. По сути, я бы хотела показать вам все возможности, которые у вас есть, если вы пользуетесь КТ. И как вы знаете, мы вместе с нашей командой, мы с Тобиусом запланировали цикл семинаров, которые складываются в онлайн-курсы, двухдневный, который будет идти по различным системам и уже подробно говорить о применении КТ. По сути, это будет цикл лекций, которые также будут основаны на PowerPoint-овских презентациях. Но периодически мы будем, так сказать, выскакивать из PowerPoint-а и будем смотреть на реальные кейсы реальных пациентов и обсуждать с участниками этого курса интерактивно. Поэтому сейчас мы как раз попробуем, мы сейчас выйдем из PowerPoint-овской презентации и посмотрим на кейс в моем другом софте просмотровом. И я бы хотел, чтобы вы дадите Александру и Оксану какие-то feedback, если вы можете увидеть, что есть, что есть, и если вы думаете, что это будет работать для вас, потому что мы хотим проверить, если эта технология может сделать это. Коллеги, Тобиас и мы просим вас сейчас в чате дать нам обратную связь, насколько вы видите эти кейсы. Мы сейчас тестируем на вводной лекции, насколько на курсе вам будет это видно, понятно и возможно. Поэтому мы попросим вас сейчас в чате, когда Тобиас переключится, сказать, видите ли вы что-то, понятно ли там что-то. Давайте посмотрим. Так, смотрите, открывается кейс у нас. Так, я вижу, что Александр Смолин видит, остальные все тоже, пожалуйста, пишите. Видно, отлично. Назар, видно, спасибо. Прям все-все-все, кто сейчас видит, поставьте, будет у нас 25 плюсиков, будет шикарно. Цвет стрелочки поменять не может, к сожалению, Тобиас, он хотел бы, чтобы она выделялась, но он может сделать ее довольно крупной. Как хорошо вы видите стрелку, которую он показывает вам, как указочкой на какие-то области. Видите ли вы стрелочку? Давайте про стрелочку тоже напишем. Хорошо видно. Как мы будем работать? Вам нужно будет посмотреть сначала самим и подумать. Да, и потом вы в чате будете писать, какие у вас находки. И then Оксана will translate this for me, and I will follow this up. Оксана может прочитать Тобиасу, Тобиас на это ответит. И дальше он прокомментирует то, что вы обнаружили, также то, что вы не обнаружили. И дальше мы вживую сможем обсудить. Потому что, конечно же, на курсе у нас будет гораздо меньше участников. И в любом случае у нас будет интерактив. То есть вы будете включаться, вы сможете говорить, мы сможем это обсудить. И это тоже, потому что я уже был в Москве для некоторых CT-курсов. И некоторые из вас уже были в мастер-классе и в Ветеранской конгрессе. Так что мы вам даем здесь не так же опять же. Это может быть разные части тела, но также много более случаев. Так что вы увидите новые вещи, которые вы не видели раньше. Очень важные замечания, которые Тобиас сейчас делает. Он был на NVC в 2018 году, он делал целый воркшоп, как вы знаете. И он сейчас подчеркивает, что темы этого курса не будет то же самое. Будет гораздо больше, во-первых, кейсов, чем он смог тогда показать. А во-вторых, они будут другими. Там также частично будут затронуты другие системы, в принципе. Поэтому для тех, кто сейчас нас смотрит и был на мастер-классе Тобиас и переживает на эту тему, вот как бы адресуем эти переживания. Ну что ж, продолжим с нашей лекцией. Прежде всего, конечно, про фиксацию пациентов немножечко. Как мне кажется, сейчас, на данный момент, примерно в 20% случаев у нас применяется ингаляционная анестезия. Седация на столе примерно в 60% случаев. Или, конечно, лошади, которые седированы стоя, в стоячем положении. И примерно в 20% случаев используются специальные держатели, контейнеры и так далее, как кошка или птичка на картинках. Этот контейнер так и называется – Вет Маус Трэп. Ну, то есть, это его, как бы, кобереческое название. Но он не для мышек, он для кошек. Пользуемся мы в основном для кошек и для кроликов. Чаще бывает то, что легкая степень седации есть у этих кошек. Однако, если у них какие-то дыхательные проблемы, то, конечно же, они не ассидированные. Туда подается кислород, и они просто зафиксированы в этом контейнере. Многие спрашивают, где взять эту штуку? Сейчас она не продается. Если мы работаем с некоторыми коллегами, они хотят запустить сейчас поточное производство, наверное, это займет еще где-то около года. Но если вы изобретательны, как говорит Тобис, то есть, руки растут у вас из правильного места, есть опубликованные размеры и прям-таки конструктив, так сказать, этого контейнера. По сути, это просто из прозрачного пластика, да, возможно, акрила. Трубка, части склеены вместе, это можно сделать самим. Как вы видите по поводу птицы, что самое главное птица, чтобы она не разгуливала по этому контейнеру. Поэтому любой контейнер из Икеи, видите, забивается какой-то тканью, то есть, просто блокируется ее передвижение внутри контейнера. Мы не часто делаем коты рыбам, но и такое случается. Как вы видите, она помещена в воду, и в воде находится действующее вещество, то есть, сидирующий агент. И потом мы вынимаем рыбу из воды для очень быстрого сканирования коты. Иногда кот будет нас прервать. Голодный или внимание требует. С кем мы работаем? Вот примерно, да, рутинно. 50% это все-таки собаки. 20% кошки. 20% кролики. 5% лошади. И остальные 5% распределяются между некоторыми грызунами, некоторыми птицами и другими редкими или экзотическими видами. Ну что, сначала поговорим про кошек и собак. Прежде всего, мы поговорим про носовую полость, глазницы и череп. Очень распространенное заболевание – это аспергиллоз в носовой полости. И здесь КТ – это метод выбора. И здесь вы видите существенный остеолизис костей и стенок носовой полости. Мы видим, что мягкие ткани у нас отечные, набухшие. Также имеется некоторая эфузия, то есть выпад. Это также отмечается в синусах. Также у фронтальной пазухи мы можем отмечать то, что называется гиперостозом, то есть идет утолщение костной стенки. И вы также видите, что есть остеолизис – стенки между передней пазухой и мозгом. Мы видим при введении контраста, что идет накопление контраста менингиальными оболочками. К сожалению, у данного пациента грибковое поражение мозга, то есть уже инвазия произошла. И также в глазничную полость тоже и диагноз, понимаете, продвинутый менингит. Развитой. Очень важно, что КТ позволяет нам поставить диагноз, позволяет дифференцировать от других патологических состояний. Но также позволяет составить нам план лечения. Потому что наиболее мощные противогрибковые препараты также отличаются высокой нейротоксичностью. Соответственно, в данном случае, так как есть проникновение в мозговые ткани, мы уже не можем ими пользоваться. Значит, мы должны выбирать что-то другое. Здесь есть примеры, как вы видите, новообразований у собаки и у кошки. Собственно, вы видите сами объемные образования, вы видите, что есть некоторые лизисные или сильные, как бы сказать, выбухания, выпирания этих объемных образований. И также инвазия в мозг, в данном случае, вот у этой кошки-кота. Конечно же, это обозначает, что у нас очень осторожные здесь прогнозы, и очень ограничены наши возможности лечения этого пациента. Примеры использования КТ при поражениях как раз глазниц, глазничной области. Вот здесь вы видите ретро-бульбарный абсцесс. Жидкость контраст не накапливает, однако граница абсцесса его капсула, она накапливает контраст. Посередине у нас пример такой особой саркомы, которая случается у кошек, поражает оба глаза, мы видим утолщение склеры. А здесь у нас пример менингиомы оптической, и она минерализированная. В отличие от собак, у кошек есть много специфических, именно характерных для кошек заболеваний, потому что кошки это не просто маленькие собаки, а совершенно отдельные животные со своими характерными заболеваниями. Несколько типов остеопродуктивных опухолей, которые можно встретить в голове. Сканер КТ – потрясающая совершенно вещь, но это все-таки не микроскоп. Поэтому, конечно, для постановки окончательного диагноза нам нужна гистология. Я выбрал три патологии, которые выглядят очень похожим образом, но на самом деле три совершенно разные опухоли. Возможно, многие из вас видели в голове у собак каких-нибудь ваших пациентов вот такую многодалевую мультилобулярную остеохондросаркому. Хотя у нее есть еще много разных имен. Как выглядит это? Выглядит как будто бы это какая-то протрузия костной ткани в виде цветной капусты, которая растет прямо из костей черепа. Также у нас здесь есть примеры кошки и собаки с хондросаркомой. Здесь мы тоже видим вот такую минерализацию. Но мы, конечно, здесь можем отметить немного более разрушение. Вот, например, нижняя челюстная мыщелка. А справа у нас вообще пример цементомы, то есть это у нас пример опухоли, которая растет из связки. И она производит, как бы схоже по строению с цементом зуба, именно поэтому она выглядит вот так частично минерализованной. То есть нельзя сказать, что они все сейчас выглядят совершенно одинаково, тем не менее в чем-то это довольно-таки похожие опухоли, я рекомендую в любом случае брать биопсию для окончательной постановки диагноза. Если, конечно, вы собираетесь лечить этого пациента. Дальше переходим к одной из моих самых любимых тем, это использование КТ для определения проблем у кошек и собак связанных с зубами и жевательными мышцами и жевательными структурами. Это пример собаки, у которой травма головы. Вы видите, что здесь много переломов. И мы также видим такой оскольчатый перелом нижнечелюстного мышелка как часть этой травмы. Честно говоря, при любой другой визуальной диагностике в другой модельности было бы очень сложно его заметить. Я уверена, что вы все встречались с миозитом жевательных мышц у собак. На КТ у него, у этого заболевания, очень характерные особенности. Вы видите, что у нас идет повышенная контрастность у тканей мышц, что они у нас увеличены в размере, да, определенное как бы набухание есть. Картинка справа, как вы видите, после введения контрастного вещества. И посмотрите, как распространяется контраст. Очень неровно, да, то есть совершенно гетерогенное его накопление по мышце жевательной. И таким образом, это изображение не только полезно для постановки диагноза, но и также для того, чтобы определить сторону, где следует делать биопсию, потому что вас интересует самая активная, самая пораженная сторона. Зубные поражения зубов тоже очень хорошо видны на КТ. Кстати, очень многие ветеринары, которые занимаются стоматологией, они в основном привыкли делать рентген. Они даже не знают или они не пробовали использовать КТ, и я хочу сказать, что это очень-очень здорово. Им бы очень понравилось. Посмотрите, мы видим на этом первом маляре, здесь идет кариес коронки. И также инфекция, которая поразила все три корня. Другая собака, это уже бульдог. И, собственно, у него мы видим зубные кисты, которые окружают премоляры. Они маленькие, но они могут приводить к перелому челюсти, поэтому очень важно их заметить. И у брахицефалов они часто встречаются. Здесь у нас пример плоскоклеточной карциномы, которая, как вы видите, вот в этой периодонтальной области вокруг первого маляра. Мы видим объем разрушения костной ткани. И также видим накопление контраста по периметру этой области. Посмотрим на необычного пациента, бенгальский тигр. Как вы знаете, специально для животных никто не производит аппараты компьютерной томографии, то есть мы пользуемся человеческими. И вот мы кладем тигра, вы видите, прям край стола, он еле-еле поместился на нем. И если бы это был сибирский тигр, амурский тигр, то они еще крупнее, чем бенгальский, возможно, он бы и свешивался. К сожалению, плохие новости для конкретно этого пациента мы обнаружили. У него назальная хондросаркома. И также у него был перелом клыка. Но с точки зрения диагностики, это прекрасный, конечно же, аппарат. Мы можем просканировать хоть все тело этого тигра. И, наверное, вы знаете, что многие зоопарки имеют собственные аппараты томографы у себя на базе для того, чтобы диагностировать животных. Я знаю, что в США они имеют программу, в которой в большинстве зоопарки они пытаются имиджировать и делать полную диагностику каждого животного, который они имеют, которые могут быть безопасно анестетизированы раз в год. Я знаю, что в США действует такая программа, которая предписывает обязательное полное сканирование всего тела каждого животного, который содержится у них в зоопарке. Если существует возможность, его безопасно сидировать. То есть при этом условии, раз в год они полностью сканируют всех содержащихся в зоопарке животных. И вы знаете, что это всегда очень рискованная процедура, потому что некоторые животные не нужны. И это всегда риск. Как вы знаете, сама по себе процедура далеко не безопасная. Если животное ничем не болеет, все это очень много трудностей и проблем, нужно попасть в него этим успокоительным препаратом, стрелять в него дротиками и так далее. Поэтому, так сказать, очень много возни и именно поэтому здорово пользоваться КТ, потому что вся эта возня хотя бы того стоит. Есть возможность просканировать все тело, сделать полную диагностику раз в год пациенту и узнать про него сразу все. Поэтому хотя бы не зря вот вся эта история затеивается. Переходим к мозгу. Я думаю, что эта тема также очень актуальная в России. Я знаю, что в некоторых ветеринарных клиниках есть МРТ. Но не так уж и много, если говорить по всей стране, по всей России. А у кошек и собак очень часто встречаются именно неврологические заболевания. Поэтому если клиника, так сказать, развивается, расширяется и планирует купить себе томограф для того, чтобы делать хорошую визуальную диагностику, тогда наиболее разумным представляется все-таки покупка КТ, потому что тогда его могут использовать врачи и врачи. Всех специальностей. В этом контексте очень важно понимать, что КТ также прекрасно применяется для нейропатологий. Действительно, МРТ дает гораздо более хорошую картинку по головному и спинному мозгу. И хотя КТ не так хорошо, как МРТ передает детали, но тем не менее очень здорово и гораздо лучше всех остальных модальностей. По моему опыту 70-80% патологий, которые мы встречаем в головном или спинном мозге, можно диагностировать с помощью КТ. И вот эта мысль как-то не всегда доносится до, как сказать, обычных рядовых ветеринаров, далеко не все это понимают. Многие люди, которые специализируются в неврологии, они обожают свое МРТ. И поэтому они очень часто унижают КТ, они его ругают, говорят, да ну это фигня, оно не нужно. Но это неправда. И если вы также посмотрите на опции, которые многие вегинарицы имеют, которые не живут в области, где они могут иметь доступ к радиотерапии, или адванс-треатменту, или опен-серджерию мозга, то, что они нужны, это диагностическое устройство, потому что лечение будет очень ограничено в многих случаях. Поэтому особенно в тех областях, так сказать, может быть, каких-то удаленных регионах нашей большой страны, где у людей может быть нет такого простого доступа и у животных, особенно к продвинутой диагностике, к лучевой терапии, к операциям на мозге. Очень важно иметь правильные, хорошие диагностические инструменты, потому что в большинстве случаев лечение все равно будет очень сильно ограничено, но нужно понимать, что точно происходит и какое лечение точно требуется. Смотрим на этот пример, шестилетний лабрадор, у которого судороги. Ветеринару очень важно понимать, есть ли какая-то опухоль в мозгу, которая, собственно, вызывает эти судороги, или это какая-то идиопатическая эпилепсия, например. Если это идиопатическая эпилепсия, то тогда медикаментозное лечение возможно. Или, как в данном случае, когда мы видим карциному хороидного сосудистого сплетения, возможно какие-то стероиды, но в конце концов эвтаназия, потому что лечение как такового для этой патологии не существует. Я не знаю, что это будет стоить. Я не знаю, что это будет стоить. Вы слышали, что Тобиас озвучил 200 евро. Но, я думаю, у нас в стране немного другие расценки, пониже, даже на КТ. А тем не менее, это гораздо дешевле, говорит Тобиас, чем отправлять пациента в Москву и искать, что же с ним такое происходит. Многие из этих опухолей хорошо накапливают контрасты и их хорошо видно. Пример менингиомы. У нас был нейрохирург и команда нейрохирургов удалили эту опухоль. А здесь же у нас собака, у которой опухоль оболочки троничного нерва. Вот вы видите опухоль ганглия. И вторичная атрофия височных мышц. И, пожалуйста, постмортем, по данному случаю. С КТ также возможны дополнительные техники, такие как перфузионная техника. Очень хорошо это использовать, например, при ишемических заболеваниях, таких как инсульты. Не так хорошо, как МРТ, но нормально. Нормально. Так, теперь давайте посмотрим на позвоночник и спинной мозг. Замечательно отображается позвоночник, все его костные структуры. Мы видим Добермана с дискоспондилитом. Ретривер с множественной миеломой, то есть мы видим остеолизис именно костного мозга, но не коры. Простите. И здесь у нас достаточно молодая немецкая овчарка, у которой мы отмечаем рассекающий или расслаивающий, как его называют, остеохондрит. Простите, остеохондроз, когда небольшими такими слоистыми структурами костные ткани отходят. Травмы позвоночника. Очень хорошо диагностируется с помощью КТ. Если вы подозреваете у собаки, например, перелом каких-то структур позвоночника, то, конечно же, вы не хотите лишний раз ее как-то поворачивать, вертеть, менять позицию. Вообще ее двигать. Она у вас лежит, скорее всего, с каким-то фиксатором. Вот прямо вместе с этим фиксатором просто кладется в КТ. Не нужно никаких специальных положений тела. И вы делаете исследование. И таким образом вы не ухудшаете состояние пациента, совершенно не влияете на себя. и не можете ничего сделать хуже. И многие из этих животных, то есть параллелизированы. Так что они не нужны генеральной анестезии. Они не двигаются. И так как частично это может приводить к параличу такие травмы, часто им даже не нужно давать анестезию. Они все равно не могут двигаться. И вот вы видите здесь как раз у нас множественные переломы. И в принципе можно оценить все, так сказать, кусочки этого перелома, все структуры тела и отростков позвонка. И для этого не нужно ничего особенного. Вы все видите со всех сторон. И в этом случае это не стабильный, потому что два из трех компартийных компартийных компаний были уничтожены. И средний и вентеральный. Данный перелом не стабильный, потому что повреждены два из трех основных составляющих. Вот показывает вам Tobias на экране. Но, тем не менее, также прекрасно можно оценить. И на правой стороне вы видите Грейт Дейн, который не имеет фракцию, но имеет сублоксацию между Т13 и Л1. Здесь у нас док, у которого нет перелома, но у него есть подвывих, как вы видите, между последним грудным и первым поясничным позвонками. Очень часто мы используем КТ для оценки дегенерации межпозвоночных дисков, их изменений. Если вы давно работаете ветеринаром, то, возможно, вы привыкли при грыжах делать миелографию. АКТ не только быстрее, но и гораздо лучше, чем миелография. АКТ не только быстрее, но и гораздо лучше, чем миелография. То есть мы видим феномен вакуума, который представляет собой маленькие пузырьки газа. Диск может, конечно же, выпирать. То есть экструзия может происходить спиной канал и сдавливать спиной мозг. Либо содержимое может также экструдировать через боковые отверстия и, соответственно, уже здесь сдавливать соответствующие корешки. Здесь у нас также примеры протрузии, но диски не минерализованы. Вы также видите, так сказать, выбухающие части дисков. Как видите, мы этого пациента наблюдаем в динамике. В 4 года небольшое выпирание, так сказать, диска, выпячивание, а в 6 лет уже побольше. И в возрасте 6 лет мы также наблюдаем уже некоторое сдавление спинного мозга. Неминерализованные грыжи труднее диагностировать на КТ. МРТ, конечно, покажет более четкую картинку. Но в большинстве случаев и на КТ мы это тоже сможем диагностировать. Примерно в 10% случаев мы не сможем получить полноценную информацию и тогда мы можем сделать миелографическое КТ. Давайте теперь перейдем к легким. У этой кошки бактериальная пневмония и вы видите консолидацию тканей легкого. Конечно, мы все равно сделаем рентген. И, возможно, в большинстве случаев вы с помощью рентгена этот диагноз сможете поставить. Но у нас сейчас стандартный процесс в нашей практике полностью изменился. Потому что применение КТ все-таки более практично для всех врачей. Можно сразу сделать и оценку грудной полости, и оценку брюшной полости. и получить гораздо больше информации за одно единственное исследование. Может быть, в прошлом мы бы сделали радиографы сороков и сороков, а потом мы бы сделали ультрасон от оптимена. И нам понадобится больше людей, чтобы это делать. Это нужно больше времени. Таким образом, в модернной КТ мы сделаем сороков и оптимен в один раз. И мы сделаем. Экзаменация будет сделана в около 1 минуты. Раньше мы бы сделали грудные снимки. Потом мы бы сделали УЗИ брюшной полости. То есть это, во-первых, разные специалисты делают. Во-вторых, это занимает больше времени. Сейчас, при современном томографе, мы гораздо быстрее. И в одном исследовании сразу получаем все эти органы, полости и так далее. И это также способ, чтобы сделать КТ-экзаменацию более доступным. И таким образом, мы также можем экономить. То есть, цена КТ может быть ниже. Мне всегда грустно, когда я вижу, что КТ стоит в клинике и используется один раз в день. Потому что настолько дорогое исследование, что владельцы не могут его себе позволить. Это на самом деле потеря для всех заинтересованных сторон. Врачи тратят время и силы на проведение других альтернативных исследований, которых нужно по несколько штук. А владельцы тратят время и деньги, но при этом не получают точного диагноза. А владелец клиники теряет свои деньги, потому что он купил дорогостоящие оборудование. Но оно очень медленно окупается из-за маленького количества исследований. Поэтому сейчас в нашей клинике в Эдинбурге мы проводим достаточно много, 8 до 10 КТ в день. Но я знаю некоторые реферальные центры, которые делают до 20 КТ в день. На выходе гораздо больше подтвержденных диагнозов. Они гораздо быстрее и гораздо быстрее можно понять, что делать с данным пациентом. И соответственно, за счет вот этого большого оборота, каждое отдельное исследование может стоить меньше и больше людей смогут его себе позволить. Также хочется сказать, что именно трубка, рентгеновская трубка, является самой дорогой частью томографа. Она находится в стеклянном вакуумном цилиндре. И нагревается сильно. И сама трубка примерно половина стоимости всего томографа. И они не живут вечно. Однажды она просто перегреется, перегорит и больше не будет работать. И если вот этот стеклянный цилиндр, в котором она находится, постоянно меняет свою температуру, охлаждается, нагревается, охлаждается, нагревается, то вот эти перепады вредят трубке. И поэтому, если делать постоянно КТ, например, от 8 до 10 исследований в день, это значит, что трубка все время будет находиться в равномерно теплой температуре, и это для нее гораздо полезнее, чем 2 исследования в день. Возвращаемся к легким. А здесь у нас кошка с бронхопневмонией, здесь у нас не только консолидированная легкая, но также у нас здесь идет утолщение стенки. А здесь мы видим вестика. У него идиопатический легочный фиброз. Мы видим вот эти тонкие линии, это типичные участки фиброза. Никаких других неинвазивных методов диагностировать эту патологию нет, только КТ. У нас очень много онкологических пациентов, мы очень часто проверяем на метастазы, и вот здесь как раз таки вы можете видеть такой вот метастатический узел в легком на КТ. Если у нас есть неоплезия в легком, то мы часто диагнозируем бронхиал или... Дай мне сказать, что это еще раз. Бронхиал и пульменные туморы могут быть различными, потому что если это бронхиал, то это бронхиал масса. Также с помощью КТ можно различать новообразования бронхиальные или легочные, потому что, например, если они именно растут из бронха, и мы можем это увидеть, то, соответственно, мы ставим такой и диагноз, что это опухоль связанная с бронхами. Это здесь видно. Заворот доли легкого тоже очень удобно диагностировать с помощью КТ. Мы здесь видим как раз таки, что мы видим, насколько доля выглядит и расположена неправильно, ее вентральная часть располагается совсем в другой стороне, чем должна быть, и дарсальная, соответственно, тоже. И также типичный паттерн, который мы называем визикулярным, это остаточный газ, который не смог выйти, то есть легкое до конца не спалось. Выраженный выпад и пневмоторакс. А пневмоторакс, скорее всего, из-за плевроцентеза. Давайте поговорим о кардиоваскуляции. Давайте поговорим немножко о применении КТ для сердечно-сосудистой системы. Итак, примерно 90% из наших кардиоваски диагностированы с эко-кардиографией, альтросаундом. Примерно 90% кардиологических патологий диагностируются с помощью ЭХО, с помощью УЗИ. Вряд ли КТ в ближайшем будущем заменит ЭХО. Поэтому КТ в кардиологии полезно применять тогда, когда ЭХО плохо работает. Например, это опухоль у основания сердца. Потому что такие образования, которые находятся в этой области, сложно увидеть с помощью ЭХО. Также мы видим пример гемангиосаркома, который располагается в правом предсердии и тоже зачастую их нелегко обнаружить с помощью ЭХО. Это выраженный плевральный выпад, который был геморрагическим. И он еще к тому же был геморрагическим в данном случае. Если гемангиосаркома небольшая, то и на КТ тоже сложно ее заметить. Также применяется технология КТ, которая использует в месте кардиосинхронизацию. То есть в данном случае томограф подсоединяется к ЭКГ собаке. Соответственно, снимки делаются синхронизированы с сокращениями или расслаблениями сердца. И таким образом у нас получается изображение сердца без артефактов движения. Вот так это выглядит. Мы видим здесь правый желудочек. Мы видим легочный клапан. Митральный клапан. Митральный клапан. Левую сторону сердца. И здесь мы видим коронарные артерии. Иногда КТ можно использовать для обнаружения шунтов. Не будем слишком даваться здесь деталей, но вот, например, у нас пример как раз-таки шунта справа налево. Вы видите как раз как шунт соединяет между собой легочный ствол и аорту. Динамика контрастного вещества позволяет нам увидеть, на самом деле, каким образом распространяется контраст, то есть какой там кровоток. Сейчас сложно вдаваться в детали, но мы можем это отсюда понять. Это мы как раз на курсе сможем разобрать. Другая болезнь, где CT, действительно, ультиматическая модель, это пульмарный тромбоэмболизм. Очень полезная КТ для тромбоэмболии легких. Высокая чувствительность и высокая специфичность метода позволяет принять решение о том, лечить или не лечить данного пациента сразу после исследования. Потому что все другие тесты, как так называемый D-димер, это занимает время, пока вы получите результаты. Сенситивность не всегда лучше. Другие исследования, такие как измерение D-димеров, во-первых, не имеют такой высокой чувствительности, а во-вторых, надо дольше ждать. Вот здесь как раз яркий пример. Здесь у нас есть дефект наполнения, то есть все это должно быть, условно говоря, белым, но это не так, значит тромбоз. Можем поговорить о других структурах в грудной клетке. Сначала лимфоузлы. Здесь мы видим, что у пациента абсцесс в правой коудальной доле легкого и есть, соответственно, реактивная лимфоузла. Лимфоаденопатия. Также мы здесь с вами видим, как раз таки, краниальный лимфоузел в средостении. И здесь у нас трохиобронхиальные лимфоузлы поражены. И здесь пример тимомы. Огромная опухоль. Часто возможно хирургическое лечение при этих опухолях. Но только в том случае, если нет поражения краниальной полой вены. А вот на данных снимках на реконструкции мы как раз таки видим, то ли инвазию, то ли тромбоз в краниальной полой вены. Это важно понимать до того, как делать операцию, потому что операция дорогая. Операция сложная, сама по себе очень обширная и дорогая, как я уже сказала. Поэтому решать, делать ее или не делать, надо сразу. Здесь мы видим, что, скорее всего, все кончится плохо. Пациенты и так ее тяжело переносят. Этой собаке операцию делать не будут. Это ненужное для нее вмешательство. Из-за поражения краниальной полой вены. Примеры пневмоторакса и плеврального выпута. КТ помогает нам увидеть переломы ребер очень легко. И пневмоторакс тоже хорошо видно. А здесь у нас есть жидкость, которая как бы заперта в некоторой капсуле. То есть это пневмоторакс. И я думаю это очень интересно. Многие ветеринары, которые не очень знакомы с CT, любят отправить случаи пневмоторакса к нам. Они думают, что мы найдем причину пневмоторакса. с помощью CT. Многие ветеринары, очень любопытная деталь, часто отправляют случаи пневмоторакса к нам на КТ, потому что они думают, что мы сможем найти причину пневмоторакса с помощью КТ. Это, наверное, какой-то общий инстинкт, который толкает людей на этот поступок. Поэтому я постоянно твержу своим коллегам, вот для чего КТ не очень хорошо подходит, это как раз таки для пневмоторакса. Пневмоторакс мы увидим, но причину его мы не найдем. А ведь его прекрасно видно и на рентгене. Даже не нужно делать КТ. Но мои, значит, воззвания тщетны, никакого эффекта, они продолжают присылать пациентам. Я могу убедить вас перестать это делать, если вы это делаете. Некоторые примеры поражения грудной стенки. Собственно, саркома. Может быть, вы периодически видите у кошек инъекционного происхождения саркома. И КТ мы делаем для того, чтобы определить границы опухоли для хирурга. Не то чтобы КТ давало великолепную картинку, но нет модальности лучше. Посредине редкий случай лимфомы диафрагмы. А справа у нас более распространенная вещь. Это перитониальная и перикардиальная грызь. Мерцы и телезенка. Месть, вы их видите. Хорошо. Мы перейдем к ангиографической ангиографии CT. Это одна из моих любимых тем. Одна из моих самых любимых тем это ангиографические КТ брюшной полости. Мы сейчас немножко побыстрее пойдем, потому что подробности все будут на курсе сейчас. Быстрее. Разные типы внутри печеночных шунтов. Вот как они выглядят на КТ. Это так называемый правосторонний шунт. Это так называемый центральный шунт. И вы можете понять, что если хирург хочет легировать данный сосуд, то он должен точно его локализовать. Потому что нам нужно рассечь печень, чтобы попасть точно в это место. И вот левосторонний шунт. А вот стрелочка, видите, появилась. А вне печеночные шунты их, во-первых, конечно, легче с ними справляться. Это в основном шунты, которые следуют, так сказать, за оборотной веной. Вот здесь мы видим гастродуоденальную вену. Потом шунт идет вентральнее. Дорсальнее. Краниал. Краниальнее. И бинго, он попадает в каудальную полую вену. Не рады за шум, что он попал куда хотел. А вот это вот множественные внепеченочные шунты. И если у вас есть такая техническая возможность, то можно делать перфузионные режимы и смотреть, насколько происходит хорошо регенерация печени после этих процедур вмешательств. Пример использования КТ для поражения надпочечников. Вот вы видите опухоль. Также мы видим инвазию в полую вену. Часто опухоли селезенки встречаются. Но КТ не позволит вам различить между собой гематому, доброкачественную опухоль, доброкачественную гиперплазию и гемангиосаркомы. В этом смысле нет различия между разными способами, инструментами визуальной диагностики, все равно придется достать селезенку и увидеть это. То же самое верно для узлов в печени. То есть мы видим узлы, но мы не можем с уверенностью сказать доброкачественные они или злокачественные. Но вот для диагностики инсулином поджелудочной железы КТ работает очень хорошо. Хорошо накапливают контраст в артериальной фазе. И другие примеры, это у нас уже видите, да, пошла мочевыделительная система, здесь опухоль почки. А также уролитиаз и другие состояния, не связанные с объемными образованиями, с ростом опухоли. И вот здесь как хорошо КТ нам показывает эктопические мочеточники. Вентрально мы видим мочевой пузырь и мы видим два мочеточника, которые входят в уретру. Видите, да, как мы можем прослеживать? Чуть-чуть мы сейчас коудальнее мочевого пузыря. И вот только здесь они входят. Быстрое исследование позволяет нам сразу решить, как мы лечим хирургическое вмешательство или другие способы. КТ очень широко используется при различных ортопедических патологиях. Много мы исследуем плечи для ортографии, например, как здесь. И мы здесь как раз можем видеть остеохондроз. И также мы можем видеть дисплазии локтевые, где вы видите, что есть фрагментация венечного отростка. Или, например, поражение маленьких косточек. Вот здесь, например, отрывной перелом или по-другому он называется толчковый, который было бы очень тяжело заметить на рентгене. Другой пример, опять-таки, с фрагментацией медиального венечного отростка. И также мы здесь видим небольшой подвывих, где у нас лочевая и локтевая подвывих. То есть не на одном и том же уровне. И также у нас есть дефект мышелка. Вокруг область склероза. Соответственно, скорее всего, это остеохондроз как раз-таки этого плечевого отростка. Переходим к другим немного животным. Всего лишь один слайд про грызунов и кроликов. Но очень хорошо здесь видно, насколько полезно коте применять для кроликов. В Великобритании именно кролик самый популярный питомец. У нас их больше, чем собак. И у нас целая группа ветеринаров, которые работают с экзотами, и они очень много усилий посвящают кроликам. Сразу после физического осмотра они отправляют кролика на КТ. То есть почти все кролики очень на ранней этапе обследования у нас проходят через КТ. Потому что в основном при почти всех заболеваниях у кроликов одна и та же симптоматика. Они перестают есть. И это бывает потому, что у них абсцесс зубного корня, как вот здесь, например. А может быть это какое-то заболевание в брюшной полости. Поэтому сейчас мы делаем КТ, сканируем тело кролика. Кролик у нас при этом содержится вот в этом контейнере VetMouseTrap, который вы видели в начале презентации. В среднем мы проводим два кроличьих КТ в день. И это просто очень полезно для наших экзотических коллег, потому что мы можем делать целый тело, и мы диагнозируем все эти кондиции, и это минимально стрессово для кролика, потому что кролики даже не седированы. Это супер полезно для наших специалистов по экзотическим питомцам, потому что можно сразу получить все ответы. Также это достаточно быстро, и это очень мало стресса для кроликов, потому что мы их даже не седируем. Отличный вид диагностики. Несмотря на популярность кролика в Великобритании, все равно люди понимают, считают, что кролик – это менее привилегированный питомец, чем собака, поэтому на него тоже не будут тратить много денег. Поэтому кроличьих КТ дешевле. Но поэтому мы их делаем гораздо больше, и мы их делаем лучше в тратить. Мы видим ливерный лоб, торсион, овариансы, туморы, туморы, утеросные туморы – все это в КТ. Зато мы делаем гораздо больше этих КТ, и мы можем лечить их потом лучше. Это совершенно разные вещи, которые мы выявляем. Это может быть заворот доли печени, или опухоль матки. Все это мы обнаружим с помощью КТ. Поэтому, с коммерческой точки зрения, лучше снижать стоимость на кроличьих КТ, и потом лечить их лучше, и делать больше исследований. Немножечко о рептилиях. Это самый большой пациент, которому мы делали КТ когда-либо. Это альбатросовая черепаха, и хочется сказать, что это еще молодая особь, всего лишь 15 лет. Как видите, с трудом поместилось, то есть сбоку нет свободного места. И вы, наверное, видите, что толпа народу вокруг. Как только такой интересный пациент, все сразу прибегают на него посмотреть. Это было несколько лет назад. Мы в то время еще довольно много делали рентген. Как вы видите, потребовалось восемь снимков для того, чтобы покрыть площадь этой черепахи рентгеновскими снимками. Конкретно у этой особи я не помню, чтобы мы нашли что-то особенное, но у других выходили. Здесь мы видим 37-летнюю черепаху, и вы видите, что у нее, как сказать, задержка яиц, то есть вы видите, как она наполнена ими. А у этой черепахи кризис среднего возраста и камни в мочевом пузыре. Мы делаем коты и змеи. Можно делать, так сказать, в продольном, продольной укладке, но, как вы понимаете, этот удав, он полтора метра. Но они вообще сами стараются свернуться в клубок, поэтому мы можем делать им исследование и в клубке. И с помощью криволинейной реконструкции мы, так сказать, разматываем эту спираль на снимках. Про птиц. Я принимал участие в проекте, который был связан с журавлями, и в результате этого проекта вышло, опубликовано было исследование. Вот, собственно, журавли. Это охраняемый вид в США. Это мигрирующий вид. Каждый кот летают из Флориды в Канаду. И проект заключается в том, чтобы учить молодых особей летать с помощью маленького самолетика. учит маленьких журавлей, они все летят за ним. Но чтобы осуществить свою миграцию, они должны быть здоровыми. А у них очень часто, ну, в неволе развивается аспергиллез. И так же очень важно, что во время миграции они должны держаться подальше от людей, потому что, привыкнув немного к людям и проявляя к ним любопытство и добродушие, они могут подвергать себя опасности. А птицы ориентируются в основном на зрение. Например, не как собаки, на нюх. Поэтому они не совсем понимают, где человек, а где нет человек. Поэтому все, до того, как животное будет уже спать под анестезией, должны носить костюм. И это не Куклу-Склановский костюм. Это специальный костюм, в котором эти люди более-менее выглядят как птицы. То есть это заключается как раз таки в том, чтобы они не поняли, что это люди. Это не Куклу-Склановский костюм, а это специально для того, чтобы были более-менее похожи на птиц, а не на людей. И поэтому, как при работе с этими птицами, все либо надевают костюмы, либо уходят из клиники. И как раз таки вот вы видите, что здесь мы можем наблюдать нормальные бронхи, и бронхи заполнены таким вот грануломатозным материалом, тканью, которая связана именно с аспергиллезом. И это постмортем, посмотрите на это поражение, его достаточно хорошо видно. Дошли до рыбы. Это карп. Некоторые их разновидности очень дорогие. Да, это японский карп кои. Они могут стоить до миллиона долларов. Самые дорогие выглядят как японский флаг. У них посередине одна красная точка. Так что они стоят для диагностики. Соответственно, их стоит диагностировать и лечить. То есть, они используются в воду, что есть с анастетиками. И то, что вы делаете, что, в принципе, что фиш может держаться так долго, как вы можете держать его, как человек. Так что вы возьмите его, положите его в позицию, и, как вы возьмите его, все, кто-то в том числе, держит его. И вы уходите, и уходите его, и уходите его, и когда вы уходите, так сказать, это время, поставить фиш в воду. Значит, рыба может задерживать дыхание примерно столько же, сколько может задерживать дыхание человек. Поэтому достаем ее из воды. В воде у нас анестетика растворенный, как мы уже говорили в начале. Кладем ее в аппарат и бежим делать КТ, задерживая дыхание. Вот пока нам хватает дыхания, рыбе хватает дыхания. Как только вы чувствуете, что у вас воздух заканчивается, надо бежать и вытаскивать ее обратно в воду. Икра. Икра. Да, здесь вот вы видите как раз таки у этого карпа была тоже задержка яйца образования, то есть это по сути все икра. И до этой задержки дыхания мы даже успели вести контраст через анальное отверстие и даже увидеть некоторые органы рыбы. А здесь у нас снимок из одного из исследований, здесь мы видим угря и у него в плавательном пузыре находится большая нематода. Конечно, чаще, чем у рыб мы будем делать КТ лошадям. Где-то у нас бывает одна-две лошади в неделю. Но есть и другие центры, которые по два-три раза в день делают. Что часто бывает у лошадей? Прежде всего заболевания зубов. КТ очень хорошо для зубов, как мы знаем, а также мы часто делаем КТ для тех лошадей, которые трясут головой. И это тип детализации, которые вы получаете от этих седированные животных. Они стоят на этой платформе и держат голову в КТ. Это отличная качество. Посмотрите на степень детализации. То есть сидированное животное, его голова находится в катушке, в общем, не важно, на подставке. И посмотрите, насколько четко мы все видим. Каудальные, посмотрите, пожалуйста, тоже насколько хорошо мы видим структуры. Некоторые центры делают полную анестезию полную животным. В общем, в таком случае можно исследовать нижние конечности вплоть до коленного сустава. И так же хочется отметить еще один плюс КТ, что это идеальный инструмент для того, чтобы формировать 3D реконструкции и в дальнейшем использовать эти реконструкции для 3D печати. И мы используем эти модели, во-первых, для обучения студентов, а во-вторых, для каких-то образовательных моментов для наших клиентов. Также для планирования операций. Также для планирования операций. Ну или для исследовательских целей. И мы закончили, как вы видите, мы немного дольше продвигались. Поэтому, не знаю, надеюсь, вы еще не уснули. Вы с нами. Если у вас есть какие-то вопросы, рвущиеся из души, вы можете сейчас написать нам их в чате. Если у вас нет вопросов, вы можете просто поставить плюсик или еще что-нибудь такое, что вы нас послушали и были с нами. Если есть вопросы, пишите сейчас. Я возьму какие-то организационные моменты. Да, да, да. И пока, спасибо большое за плюсики. И пока вы пишете плюсики или ваши вопросы, мы хотели бы обратить внимание, что вы знаете, что по ссылке у нас открыта регистрация на курс. И у нас 15-го числа будет повышение цены. Поэтому, кто хочет успеть, кто понял, насколько обширная тема, и мы за два дня в нее углубимся гораздо лучше, чем сегодня, у вас есть завтрашний день для того, чтобы эту цену еще успеть поймать. Потому что после этого у нас уже будет 30 тысяч. А с 1 сентября 35 – это полная цена этого курса. Итак, сегодня у нас есть плюсики. Все, кто слушает нас, они счастливы, говорят огромное спасибо. Это было очень информативно и… Как я бы сказал? Наглядно… Объясненно. Такое слово. Хорошо. Некоторые люди говорят спасибо. Спасибо, Татьяна, за английский. Спасибо за очень интересную лекцию и хорошую трансляцию. И есть вопрос о кронической панкреатизме. В данный момент не используем КТ при панкреатите. Недостаточно информативен ответ. Во время курса мы будем говорить про КТ поджелудочной железы, но на самом деле на данном этапе лучше делать УЗИ. Нет достаточно данных для исследований, потому что сразу отправляем их на УЗИ, соответственно, с недостаточного массива данных по КТ. Если кто-нибудь еще хочет задать нам вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, нам пока ставят еще, я вижу, плюсики. Если кто-то уже удовлетворился, мы с вами тогда будем прощаться потихонечку. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами, и мы очень-очень вас мотивируем на то, чтобы вы присоединились к нашему курсу и также дружили с нами в Инстаграме, потому что у нас будет много еще нового и, надеемся, красивого и полезного и интересного. Вот, поэтому не забывайте там нажать все ссылки, в общем, и все сделать. Лайк, шер, репост, как нам говорят. That's social media encouraging. Так, кто еще хочет нам задать вопросы? Если не хотите, то говорите пока, и давайте будем прощаться, потому что у Тобиаса кот хочет кушать. Ну все, тогда мы вам говорим пока. До свидания. Тобиас, thank you very much for being here today for us, for sharing this information, volunteering to share this information. And I'm hoping that a lot of people from today will join our course in September. I was happy to do it for you. Yes. So, have a great evening. Good. Okay. Goodbye. Thank you so much. Keep in touch. Bye-bye. Bye. Bye.